Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 5 октября в субботу Святая Церковь празднует память святого пророка Божьего Ионы. Ветхозаветный Пророк, его книга содержится в Библии, в которой говорится о судьбах Божьего Народа. Когда фарисеи спросили Иисуса Христа, покажи нам знамение, которое Ты сделаешь, и мы поверим в Тебя, Христос сказал, что не будет Вам по гордости Вашей никакого другого знамения, как только знамение пророка Ионы, когда он находился три дня и три ночи во чреве Кита. Эта история произошла с пророком Божиим, когда он дерзнул не исполнить Божие повеления и не поплыл в страну Ниневию, дабы вразумить народ о грядущем справедливом гневе Божьем, который должен постичь этот народ за их грешную жизнь. И пророк Божий усомнился и не пошел. И вот тогда Господь возмутил море, и корабль, на котором плыл пророк Иона, стал тонуть. И все поняли, что на корабле грешник. И когда был брошен жеребий, этот жеребий показал на пророка Иона, и он открылся и сказал, я согрешил, выбросьте меня за борт, и море утихнет. Так и поступили. Но Господь не дал пророку Божьему погибнуть, и случилось чудо. Вот то самое знамение, о котором говорил Господь, его поглотило морское животное, как мы говорим, кит. И в глотке этого кита пророк Иона пребывал как в гробу, в этой слизи, в этой тени, без света Божьего. И, конечно же, он находился там, как будто на том свете. Но случилось чудо, и на третий день кит изрыгнул пророка Иону на берег, и это оказался берег той самой страны, куда посылал его Господь. И пророк понял, что нельзя ослушаться Господа, и исполнил предначертанное ему. Возвестил волю Божию этому народу, и народ покаялся и спасся. Вот знамение, которое произошло с пророком Божьим Ионой, это знамение прообразовательно говорит о крестном страдании, о погребении и его воскресении Иисуса Христа. Поэтому вот это знамение, оно и вспоминается всегда, когда мы говорим о пророке Божьем Ионе. Да молитвами святого пророка Божьей Ионы помилует Господь всех нас. 6 октября, в воскресенье, Святая Церковь празднует событие, которое мы называем зачатие святого пророка Божьего, крестителя Иоанна. Иудейский народ давно ожидал пришествия в мир Спасителя, и поэтому все, что связано с пришествием Спасителя в мир, имеет огромное значение. И произошло такое чудо. Мы с вами вспоминаем пророка Божьего Иоанна. Появился он на белый свет чудесным образом. Его родители, Захарь и Елизавета, долго были бездетными. И Елизавета была бесплодная, и это была их боль и печаль, потому что они не могли иметь детей. А ситуация усугублялась еще и тем, что в еврейском народе отсутствие детей считалось Божьим гневом. А если учесть, что отец пророка Божьего, креститель Иоанна, был священник Захарий, то ему вдвойне было это очень горько осознавать и глубокую печаль в сердце иметь. Но вот по милости Божьей была услышана молитва Захария и Елизаветы, и Господь вмешался своим удивительным промыслом в жизнь этих благочестивых людей. И произошло чудо, когда священник Захарий исполнял свою череду в Иерусалимском храме и зашел в алтарь для кождения, то он увидел там ангела Божьего. И ангел Божий сказал ему, Захарий, услышана твоя молитва, от тебя родится сын. Но это было настолько необычно и настолько страшно и удивительно, что священник Захарий усомнился и не поверил словам ангела Божьего. И он задал ему вопрос, а как я узнаю? Дай мне какое-то знамение. И тогда ангел Божий сказал, за то, что ты усомнился, будет тебе такое знамение, как наказание. Ты не сможешь говорить до тех пор, пока не родится от тебя сын. Священник, когда разговаривал с ангелом Божиим, оставался в алтаре, и народ Божий видел, что происходит что-то необыкновенное, потому что священник медлит. Он давно уже должен выйти, а он не выходит. И когда священник Захарий вышел из алтаря, он не мог говорить. И все поняли, что произошло что-то удивительно необычное. Прошло время, и родился у Елизаветы сын. И по обычаю нужно, чтобы были имена, которые давали детям, они должны были соответствовать именам сродников. Дедушек, прадедушек. И вот думали, что так и назовут. Мальчика. Но когда Захаре спросили, как ты хочешь, чтобы назвали твоего сына, он велел принести ему дощечку. И на этой дощечке написал Иоанн, имя ему. И в это мгновение он получил дар говорить. И исполнилось то, что обещал ангел. Произошло чудо. Он стал говорить и рассказывал о том, что произошло в алтаре. Вот это событие, оно для нас значимое, потому что с самого начала Господь показывает, что Иоанн Креститель избранник Божий. Господь посылает Иоанна Крестителя на землю для того, чтобы он совершил великое дело крещения и совершил великое дело проповедь покаяния. Поэтому с пришествием в мир Иоанна Крестителя, он крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан, начинается начало спасения всего человечества. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами отмечаем великий двунадесятный праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснадзевы Марии. Древнее церковное предание доносит до нас черты этого славного и радостного события. Предание церковное говорит, что в Иерусалиме жила одна праведная семья – Иоанн и Иоанна. Святой Иоанн происходил из царственного рода царя и пророка Давида, а святая Иоанна происходила из рода первосвященника Аарона. Они прожили долгую благочестивую жизнь, и, кажется, все у них было в достатке для их жизни. Только Господь не дал им детей. И они были уже настолько престарелы, что, кажется, уже и невозможно было ожидать исполнение их многолетних молитв о том, чтобы Господь даровал им благословенное чадо. И вот однажды эти благочестивые люди решили, как положено по закону Моисееву, принести жертву в храм Божий. Иоанн отправился в храм Божий, взяв самого лучшего ягненка из своего стада, во-первых, священник из Сахар, при всех находящихся в храме людях, отверг эту жертву. Он сказал Иоанн ему, наверное, у тебя есть какой-то тайный грех, за который Господь наказывает тебя не плоди, и поэтому не хочу я принести эту неугодную Богу жертву в святом храме. С великой скорбью ушел Иоаким из храма Божия в то место, где некогда святой и славный пророк Илья молился в пещере при потоке Харафове, когда Израиль постигла великая засуха. А святая Иоанна оставалась в Иерусалиме, в своем доме, и когда слух о том, что произошло в храме, дошел до нее, она в горести молилась Богу в своем саду. И, молясь, увидела на одном из деревьев гнездо с еще не оперившимися птенчиками. В великой скорби вознесла она молитву к Богу, говоря так, Господи, даже бессловесную тварь Ты не лишаешь великой радости материнства. Только одна я, униженная и бесплодная. И в это время является ей ангел Божий и возвещает о том, что вскоре от нее родится та, которую все роды земные нарекут преблагословенной. И в это же время ангел Господень явился Иоакиму в пустынной пещере и возвестил ему о скором рождении от него преблагословенной тщели. С радостью устремился Иоаким в Иерусалим и встретился там со своей супругой святой Ангелой. И вскоре она понесла и родила благословенное дитя, которое обещало посвятить на служение Богу. Вот такова история этого праздника. И сегодняшнее церковное песнопение, контакт, праздника Рождества Пресвятой Богородицы говорит нам такие слова. Иоаким и Анна, поношение бесчастное. И Адам и Ева, отли смертное, освободишися Рождеством Твоим. Вот точно так, как Иоаким и Анна в Рождестве Богоматери и были освобождены от этого поношения за то, что они бесчадны, об обвинении в том, что они не угодны Богу, в этом празднике и мы с вами имеем великую радость. Потому что в этом празднике Адам и Ева, а через них и мы с вами, освободились от того проклятия, которое лежит в народе человеческом за совершение греха. А ведь каждый из нас грешен. Каждый из нас совершает грех. И многие вот иногда, приходя на исповедь, говорят, а какие у нас грехи? Ничего мы особенного не совершили, не убили, не украли. Но человек согрешает не только делами, он согрешает и помыслами, и движениями сердечными. А разве кто-нибудь из нас может сказать, что он помыслом не согрешил перед Богом? Может быть, осудив ближнего, пожелав ближнему зла, позавидовав ближнему. Разве не бывает так в нашей жизни? А это значит, что эти грехи лежат на нашей душе тяжелым и грязным бременем. И радость сегодняшнего праздника в том, что на землю пришла Матерь Божия. Пришла та, родился тот благословенный младенец, которая потом стала Матерью Бога, того самого Бога, который сошел с неба и воспринял человеческую плоть и кровь, чтобы в ней войти на крест и пролить кровь, которая очищает грех всякого человека. Вот за каждой божественной литургией звучит призыв в церкви со страхом Божиим и верою приступите. И мы с верою и действительно страхом Божиим приступаем к святой чаше, зная, что эта божественная кровь искупила наши грехи. И вкушаем эту кровь, как некое противоядие от греха. И, конечно же, сегодняшний праздник это великая для нас радость. Радость того, что мы обрели великую нашу заступницу перед Богом, то, от которой Господь воспринял человеческую плоть и кровь, полноту человеческой природы, кроме греха. И это наполняет нас великой духовной радостью, потому что делает нас, каждого из нас, причастным к спасению вечному. Сегодняшний день особенный день для этого храма, для этого прихода, потому что мы сегодня в нем молитвенно отмечаем престольный праздник, потому что этот небольшой храм посвящен Рождеству Пресвятой Владычице Нашей Богородицы. А это значит, что сегодня именины этого храма, это значит, что сегодня именины у каждого прихожанина этого храма. И мы сегодня вместе с вами объединились для молитвы, чтобы радоваться и прославлять Пречистую и Преблагословенную Божию Матерь, чтобы находиться в Ее доме, чтобы пребывать под Ее Преблагословенным покровом. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с великим праздником Рождества Пресвятой Богородицы, с престольным праздником этого святого храма. И на всех вас призываю Божие облагословение и покров Пречистой и Преблагословенной Госпожи и Владычице Нашей Богородицы. Всех Пречастников поздравляю с принятием святых и животворящих Христовых Тайм. И пусть святые Тайны послужат каждому из причастившихся сегодня душе во спасение, а телу во здравие. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Крестное Знамение Поступил вопрос от зрителя о Крестном Знамени. Что оно символизирует, как появилось? Крестное Знамение это символ христианской веры, которая присуща всем христианским конфессиям. Крестное Знамение появилось с самой древности со времен апостольских. Его происхождение связано с тем, что когда происходили гонения на христиан, христиане, чтобы все показать, что они не являются государственными преступниками, начинали исповедовать свою веру, тем самым показывая, что они страдают за свои религиозные убеждения. И когда мучители, чтобы они не проповедовали, начинали им отрезать язык, поэтому христиане начали безмолвно проповедовать распятого Христа, складывая руки на груди крестообразно и осеняя себя крестом, тем самым показывая людям, которые наблюдают за их гонениями, что они умирают не за какие-то государственные преступления, измену или восстание, бунт против императора Римской империи, а именно за свою религию, за свою веру. Первоначально крестное знамя совершало всего лишь одним пальцем, большим пальцем. Об этом пишет Иоанн Златоуст, когда осеняли верующие себя лоб, уста, сердце для того, чтобы тем самым передавая благодать распятого Христа на свой ум, уста и сердце. И такое крестное знамя сохранялось в течение очень долгого времени, вплоть до IV века, когда в церкви возникла монофизитская ересь, о том, что люди начали неправильно изъяснять о Христе, что Он имеет только одну божественную ипостась и не имеет человеческой, святые отцы начали употреблять в крестном знамении, употребляя именно два пальца, указательный и средний. И такое крестное знамение сохранялось в греческой церкви, вплоть до XIII века, а в русской вплоть до XVII века. В XIII веке в ответ на нестарианскую ересь греческая церковь перешла на троеперстное крестное знамение, которое мы сейчас с вами употребляем, и начало его широко применять именно для того, чтобы показать отличие от нестарианского вероучения. В XVIII веке, когда при ипатриархе Никоне происходит литургическая реформа Русской Православной Церкви и двуперстие, до того, бытовавшее в России и утвержденное, например, Стоглавым Собором, как единственное правильное, начинает, заменяется на треперстие, когда складывается вместе большой, указательный и средний палец, а безымянный и мизинец прижимается к ладони. Крестное знамение имеет, это символ вообще христианской веры, потому что три сложенных перста обозначают веру в Святую Троицу. Два перста, которые прижаты к ладони, это обозначает, что Иисус Христос, Бог и человек, сошедый с небес на землю. Крестное знамение человек совершает, и по сей день в христианстве имеет несколько. Вот все эти три формы, они сохранены, например, наши русские старобрядцы, да, или единоверцы, которые находятся в луне Русской Православной Церкви, люди, которые сохраняют приверженности до Никоновскому обряду, они тоже, они по сей день совершают двуперстные крестные знамени. Католики, например, у них не было никогда таких вопросов с крестным знамени, поэтому у них по сей день бытует простая очень форма крестного знамени, когда крестное знамение совершают пятернёй, то есть семи пальцами, тем самым показывают, они исповедуют, вспоминают страдания Христа Спасителя, пять его язв, который, или язв, который он подетерпел на кресте. Крестное знамение совершается должно всегда благоговейно, со страхом Божиим и верой, потому что, как говорит об этом Иоанн Златоуз, что небрежное махание рукой является только радостью для бесовской силы. Крест является символом нашего спасения, поэтому христианин должен обязательно всегда истово и с молитвой, вспоминая Господа, наносить на себя крестное знамение, совершая и для того, чтобы верить, что Господь через это крестное знамение помогает нам от всяких, от бесовских воздействий, от греховных помыслов и укрепляет в нас веру и торжество Господа нашего Иисуса Христа Воскресшего, распятого Воскресшего в третий день. К сожалению, в последнее время наши люди, потерявшие веру в советское время, заменили ее свою веру, поэтому зачастую задаются такие вопросы. Батюшка, вот потеряем, нашли крестик, что с ним делать? Поэтому и человек боится каких-то колдовских сил, каких-то там наговоров, заговоров, еще чего-то, но забывает, что это крест, это та сила, которая в церковь поет, что крест храните в всякой вселенной, крест красота церкви, крест ангелов, демонов язва и ангелов слава. Поэтому бояться того, что крест лежит на земле, нечего, нужно все поднять благоговейно, да, и принести в храм, для того, чтобы люди могли в церкви, его как-то применили в соответствии с традицией. И опять же нужно помнить, что святые отцы, они тоже это предвидели, потому что уже в их, в четвертом веке было, на одном из вселенских соборов был вопрос предложен, что делать, если крест нарисован на земле, просто нарисован на земле, что с ним делать. И тогда святые отцы не пренебрели этим, они сделали очень важное замечание, что с благоговением крест нужно разрушить, чтобы крест не попирался ногами. Поэтому в древности, вот если мы с вами посмотрим на архитектуру древних храмов, вы никогда не увидите, что на полу в храме, тем более даже в храме нет креста. Если крест и есть в храме, он обозначает то место, на котором находилась какая-то святыня. Например, если вы поедете в святой град Иерусалим, там крестом обозначено, например, место рождения Божьей Матери, крестом обозначено место, где был найден крест Христов, но оно всегда было огорожено, это место, и на него не наступали. Например, поэтому нам, христианам, необходимо благоговейно относиться к своему кресту. К сожалению, также иногда часто люди спрашивают, можно ли там менять, обмениваться крестами, можно ли носить крест близких родственников или умерших родственников. Конечно, можно. Это все является нашей с вами святыней, нашей драгоценностью, которую никогда не должен человек бояться. У нас такое неправильное иногда представление, что если мы оденем чужой крест, мы возьмем на себя чужую жизнь, чужую какую-то судьбу. Но не в кресте дело. Жизнь наша зависит в полной мере от нас с вами, от воли Божьей. Поэтому крест, какой ты оденешь крест, и будет ли он на тебе чужой или свой, это уже не имеет никакого значения. Значение имеет только наше с вами отношение с Богом, как мы с вами приближаемся к нему или отступаем. Еще иногда люди спрашивают, вот можно ли снимать крест и там, например, участвовать в храм, приходить в храм без креста. Ну, знаете, христианину, мне кажется, вообще неестественно снимать с себя нательный крест. Ведь крест нам дается в тот момент, когда мы принимаем веру Христову, когда нас крестят, на нас его одевает священник, для того, чтобы мы были, знаете, можно такое выражение сказать, как овцы Христовы, которые носят на себе его знак, чтобы обозначить, что мы его стадо. И поэтому, когда мы с вами снимаем крест, вот, например, до революции, для человека, который вел себя неблагоговейно, вел себя неприлично, назвали на тебе креста нет. То есть это символ распущенности, греховности. То есть если человек снял крест, это значит, он отказался от веры, отказался от Христа, отказался от того места в раю, которому приготовил Господь. Поэтому нам, с вами, христианам, необходимо крест всегда носить. К сожалению, современный человек снимает крест, вешает иконы, иногда вешают какие-то знаки зодиаков, там, амулеты какие-то, тем самым заменяя свою веру на какие-то пустые вещи, суеверия. Поэтому нам с вами необходимо крест помнить и носить его. Не случайно у нас с вами каждый вечер христианин, ложась на свою постель, читает молитву кресту, ограждается крестом свою постель и целует его для того, чтобы отогнать на ночь грядущую всех нечистые помыслы, бесовские воздействия какие-то. Поэтому необходимо крест иметь всегда на себе. Это наш с вами покров и защита, который Господь нам даровал для того, чтобы мы побеждали бесовские силы и греховные помыслы и мысли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова